В Славянском районе стартовал ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2014». В этом году за победу в нем будут бороться 14 педагогов дошкольного образования. С участниками творческого состязания одними из первых познакомились наши корреспонденты. Рассказывает Тина Капачевская. Как трудно быть дневной мамой для двух десятков малышей знают только воспитатели детских садов. Их нелегкий труд каждый год оценивают в конкурсе «Воспитатель года». Главная цель творческого состязания – дать возможность воспитателям проявить все свои таланты, реализовать себя в профессии. Ну и, конечно же, подняться на еще более высокий уровень профессионализма. Ведь участие в конкурсе – это прежде всего обмен опытом, расширение профессиональных контактов. С началом творческого состязания конкурсантов поздравил начальник управления образования Виталий Титаренко. Я хочу пожелать нашим конкурсантам на протяжении всего муниципального этапа конкурса терпения не сдаваться, бороться до конца. И чтобы ваши таланты были востребованы не только на этом конкурсе, но и передавались всем нашим поколениям воспитателей. И самое главное, чтобы они были направлены на воспитание наших самых главных жильцов детских садов – это наших воспитателей. Конкурс «Воспитатель года» будет проходить в три этапа. Оценивать выступления участниц творческого состязания будут их коллеги – заведующие воспитатели детских садов, представители управления образования. Они, как никто другой, понимают все трудности этой профессии, поэтому и судить будут справедливо. Основная оценка – это профессиональные качества, так как конкурс в профессиональном мастерстве педагогов дошкольного образования. Покажут воспитатели свои профессиональные качества, умение заинтересовать ребенка, умение преподнести ему учебный материал в интересной форме. И прежде всего быть доброй, ласковой и веселой для детей, воспитанников дошкольных учреждений. В первом этапе участницам предстояло пройти два конкурса. Они должны были пройти тест на эрудицию и провести презентацию на тему «Мой педагогический опыт». Поддержать конкурсанта перед началом выступления пришли те, для кого, собственно говоря, они и стараются – дети. Садик, золотой, колючий, самый любимый и самый лучший. Одна из конкурсантов Татьяна Мастафина в детском саду номер два воспитателем работает уже два года. Работать с детьми – это была ее давняя мечта. Помимо дошколят, ей приходилось работать и со школьниками. Но с совсем маленькими детьми, признается Татьяна, ей понравилось заниматься больше. По ее словам, у этих малышей можно многому научиться. Вот эта искренность, какая-то радость и чистота вот этих детских глаз, она всегда подпитывает и приносит радость в жизнь. Вот, поэтому я решила попробовать себя и стать воспитателем. Участвует в таком конкурсе Татьяна впервые. Но она очень рада, что благодаря этому участию получит новый опыт. И вот участие в конкурсе для меня – это очередной опыт, посмотреть, на что я способна и поставить какие-то дальнейшие цели в своей работе. Все 14 участниц провели свои презентации. Жюри отобрало наиболее яркие и интересные. Впереди у конкурсантов еще два этапа, где им придется ввести занятия с детьми, проводить мастер-классы и круглые столы. Победительница конкурса «Воспитатель года» будет представлять наш район в краевом туре этого конкурса. Тина Капачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Тина Капачевская, Георгий Калинин. Программа «События».